Офис одной из столичных компаний сегодня утром оглушили выстрелы. Свидетелями двойного убийства стали сотрудники фирмы «Плюс». Быстрая слаженная работа полицейских. Итог. Подозреваемый задержан. Компания, в которой все произошло, занималась озеленением и созданием водных объектов в Москве и Подмосковье. Но, как уточнили, к департаменту ЖКХ столицы отношения не имеет. Судя по всему, бизнес процветал, заказов было много и весьма вероятно, говорят следователи, что убийство произошло из-за денег. Дмитрий Рунков собрал все детали. Убийца устроил настоящую бойню на девятом этаже офисного здания. В директора фирмы и его заместителя преступник выстрелил несколько раз из охотничьего ружья. Шансов спастись почти не было. Оба мужчины погибли. Стрелок прошел здание сегодня ранним утром под видом обычного посетителя. Не вызвав подозрения у охраны, он пронес с собой карабину. Только после убийства были усилены меры безопасности. Сейчас в здании закрыты все входы и выходы. Полицию вызвали прохожие, которые на улице услышали звук выстрелов. Большинство сотрудников других организаций, которые расположены в здании, и не подозревали, что по этажам ходит убийца с ружьем. Так же свободно, как вошел, стрелок покинул помещение. Вероятно, карабин был разобран, чтобы не вызвать подозрения у охраны. Я надеюсь, он не нес его открыто, сам со снаряженным карабином, со снаряженным магазином, наверное, в каком-то чехле или... Ну, может, у нас бывает так, что идешь и несешь там, например, костюм для презентации в чехле. Это все может быть. С места расправы преступник скрылся на автомобиле. В столице был объявлен план перехват. Машину удалось остановить на другом конце города на выезде из Москвы. По предварительным данным, на заднем сидении авто был обнаружен карабин Сайга. Подозреваемый, 52-летний мужчина, сейчас арестован. Предполагаемый, стрелок был хорошо знаком с убитыми. Он сам работал в этой компании, но был уволен. Сообщается, что за кражу денег. Личные разногласия могли и стать мотивом преступления. В настоящее время мужчина 1963 года рождения задержан. С ним проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Фирма, из которой уволили вероятного преступника, занималась благоустройством в том числе престижных загородных вилл. По оценкам экспертов, компания имела значимые позиции на рынке и солидную выручку. Принято считать, что это специфическая отрасль бизнеса, которая живет по законам жесткой конкуренции. Но специалисты не связывают расстрел руководителей компании с переделом сфер влияния. Скорее всего, на расправу мужчину потолкнула исключительно личная неприязнь. Дмитрий Рунков, Александр Аненков, Первый канал.